Добрый вечер в эфире информационный выпуск Амши и Пшара. Мы продолжаем рубрику, посвященную победному сентябрьскому наступлению в ходе Отечественной войны народа Абхазии. 25 сентября 1993 года в Сухуме в 14 часов началась операция по освобождению старого поселка, который к вечеру того же дня был освобожден. Российские суда вывозят из Сухума и Гулрыбшского района около 14 тысяч беженцев. Во избежание ненужного кровопролития абхазское командование предлагает грузинским вооруженным формированиям покинуть город через специально оставленный на востоке проход. Официально грузины отказываются, но через несколько дней они воспользуются этим коридором. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 236 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 102 человека. Из них 99 подтвержденных на COVID-19 пациентов. В тяжелом состоянии 13 человек. Средней степени тяжести 23. Выписано 6 пациентов. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Уважаемые телезрители, информация о том, что в общеобразовательных школах с 25 сентября по 5 октября объявлен карантин не подтверждается. Из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации в республике, связанной с распространением COVID-19, изменился план торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы и Независимости. Об этом сообщается на сайте Минкульта Абхазии. Отменены торжественный военный парад, акция «Бессмертный полк» и выставка оружия, который планировалось провести 30 сентября. В день освобождения Сухума от грузинских захватчиков 27 сентября в 10 часов утра состоится церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке Славы. В День Победы и Независимости 30 сентября в 10 часов утра пройдет церемония возложения цветов в парке Славы в Сухуме. В 12 часов 15 минут церемония возложения цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Арзенба в селе Нижняя Ишера. В 13 часов церемония возложения цветов к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапши в селе Джгярда. В 6 часов вечера на набережной Махаджиров состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов и артистов абхазской эстрады. Президент Абхазии Асланбжания посетил следственный изолятор Министерства внутренних дел в селе Дранда. Глава государства в сопровождении секретаря Совбеза Сергея Шамба и замминистра внутренних дел Беслана Чкадуа ознакомился с условиями содержания заключенных. Асланбжания также обсудил с руководством СИЗО проблемы режимного объекта. Подробности в репортаже Дениза Гильгия. Осмотр СИЗО Асланбжания начал с посещения режимного корпуса. Главу государства интересовали условия содержания заключенных, а также материально-техническое состояние здания. В данное время здесь содержатся тренировки. 315 заключенных, из них осужденных 269, 46 находятся под следствием. Всего в изоляторе 60 тюремных камер, из них две не функционируют по техническим причинам. Затем в административном корпусе состоялось рабочее совещание с руководством режимного объекта. Начальник следственного изолятора МВД Дату Жиба доложил главе государства о работе СИЗО. Аслану Бжанет была представлена аналитическая информация о положении дел в исправительном учреждении. Камеры, они все одинаковые. Там сидят, я понимаю, в том корпусе, в котором мы были, одинаковые камеры. И там сидят люди, которые имеют строгий режим, общий, колонию, поселение, там все вместе. Другие камеры какие-то есть? Нет у нас других камер. Здесь нет вообще, да? А где-нибудь есть они на территории Абхазии? В ВВС и МВД у нас есть два карцера. Они отличаются тем, что условия там хуже, чем даже из тех плохих, которые есть в обычных камерах. Ну, что там, например? Там деревянная шконка, то есть там нету матраса. Там у нас всего содержится на сегодняшний день 37 человек и около 30 камер у нас. На питание заключенных из государственного бюджета выделяется порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей в год, что составляет 90 рублей в сутки на одного человека, согласно утвержденному меню. Установлено кабинетом министров, там есть рацион, который... Ну, я понимаю, что... Все, вплоть до мяса, рыбы, все, что установлено, плюс туберкулезные боли, отдельные виды боли, молочные продукты. Хорошо, 90 рублей. Это норма года была установлена? Это старая норма. Ее достаточно, да? Да. Хорошо. Проблем с питанием нет. Проблем с питанием нет за счет того, что родственники привозят, да? Ограничения есть по количеству пищи, которую можно передать? Ну, ручная кладь. Ручная кладь. Какая ручная кладь? Это сколько человек, заключенный, какое количество еды может получить от родственников? Это как-то регламентируется, ограничивается или нет? Три килограмма. По имеющемуся... Три килограмма за какое время? За месяц. Три килограмма. Чего там должно быть в месяц? Три килограмма. Ну, там указаны ограничения, это молочные продукты в основном. И колбасные изделия ограничения. Эту норму кто-то соблюдает? Нет. Почему? Давайте отменим. Чего врать? Давайте сделаем 30 килограмм. Принесли пакет, там может разом быть 5 килограмм. И эти 5 килограмм, если нет запрещенки, то ее передают. Ну, а зачем тогда вы имеете норматив в 3 килограмма? Для чего? Старые это действуют. Того? Кого мы обманываем? Мы никого не обманываем, просто с учетом, если говорить честно, и 90 рублей на сутки на питание, это тоже мало. Нет, это мало, не мало, это факт. Отдельно обсуждался вопрос водоснабжения объекта, как оказалось, здесь эта проблема существует давно. Как обстоят дела с водоснабжением, как обстоят дела с энергоснабжением и в каком состоянии коммунальное хозяйство? Коммунального хозяйства практически нет. Первая вода, которая поступает в СИЗО, она идет с реки. То есть все трубы, которые подавали воду сюда, то есть получается, первый резервуар стоит на территории церкви, с церкви сюда вода подается насосами. Значит, вся техника старая, а все, что выходило с территории СИЗО, попадали на очистные сооружения. Эти очистные сооружения не работают уже большое количество лет. Своими силами стараемся, как-то трубы кусками меняем, но иногда у нас бывает такое, что мы вынуждены вызывать транспорт, технику и занимаемся хотя бы временным продолжением того, что есть. В ходе совещания был поднят вопрос о комплектованности с СИЗО кадрами. Было отмечено, что полноценная работа режимного объекта зависит от этого фактора. Аслан Жаня дал соответствующие указания по решению ряда злободневных проблем и улучшению сложившейся годами ситуации. Мы приехали и попали в то время, когда разрешена прогулка, да? Как я правильно понимаю? Так точно. А камеры вообще закрываются? Если закрываются, то когда? Какое время? Когда здесь не будет прогулок? В ночное время. Со скольки до скольки? В основном это после 22 часов. Сосночь в основном? То есть это после судов, после того, как сюда доставят всех, кого вывезли, либо на следственные мероприятия, либо на судебные заседания. Но это же не кончится в 20 минут, правильно? Так можно. Ну максимально, да, после 10 и до скольки люди сидят в камеру. Товарищ главнокомандующий, здесь очень большое количество больных, туберкулезно больных. У нас бывает такое, когда до утра та смена, которая должна заступить завтра, находимся здесь, вызываем скорую, занимаемся в основном. Большая проблема – это медицина. На 315 заключенных, которые содержались по состоянию на утро, у нас всего два контролера, которые проводят, обслуживают прогулки во всем. Это понятно. Ты садись, упал, упал. Мы же договорились, что прогулки есть. Я спрашиваю, камеры закрываются? Так точно. Когда они закрываются? В 8-й прогулки. В 10-й до 2-й минуты. До какого времени не закрываются? До утра. В завершение инспекции глава государства зашел в специализированный продуктовый магазин, который расположен на территории СИЗО. Какой объем продажи у вас? В 7? Да. До 7 до 8 тысяч. Через это окошко заключенные совершают покупки. Аслан Бжани также осмотрел пищевой блок изолятора. Следует отметить, что здесь для сотрудников и заключенных готовят отдельно. Аслан Бжани ознакомился с меню и попробовал блюдо. Соковый раз. Подводя итоги, Аслан Бжани отметил, что в СИЗО отбывают сроки наказания граждане страны. И их права должны быть защищены в соответствии с Конституцией. Президент подчеркнул, что должны быть достигнуты цели правосудия. Из мест лишения свободы люди должны выходить не озлобленные, а осознавшими, что путь совершения преступления – это плохо. И именно такие задачи ставит государство, сказал Бжани. После посещения следственного изолятора МВД Слан Бжани провел совещание с участием секретаря Совета безопасности Сергея Шамба, заместителя руководителя администрации президента Саиды Будба, генерального прокурора Адгура Агрба, министра внутренних дел Дмитрия Дбар, председателя Верховного суда Мананы Дылба и министра юстиции Анри Барцец. Обсуждался вопрос создания рабочей группы, задачей которой будет анализы и изучение ситуации в правоохранительной и судебной системах, а также подготовка предложений по их реформированию. На совещании глава государства также высказал позицию руководства страны по поводу законопроекта об амнистии, принятого на последнем заседании сессии парламента. Смотрите репортаж Гугуцы в Ардане. Открывая встречу, Аслан Бжани отметил, что главная задача правоохранительных органов – обеспечение безопасности граждан и информирование населения. в этой сфере деятельности. Как сообщил президент, для улучшения качества работы в данном направлении будет создана специальная рабочая группа. Мы будем формировать рабочую группу. Это вот такое рабочее название этой группы, которая будет состоять из руководителей ведомств, из представителей судебного сообщества. Рабочая группа, которая будет изучать состояние дел в правоохранительных органах с тем, чтобы в течение, ну может быть там, трех месяцев или чуть более того, подготовить предложение, многоаспектное предложение для улучшения качества работы ведомств и судебной системы в целом. Президент обратился к руководителям профильных ведомств с просьбой предоставить списки тех, кто войдет в состав рабочей группы. От каждого ведомства просил бы дать две-три фамилии, кто в этой рабочей группе будет работать. Там будет секретарь рабочей группы, скорее всего, представитель из МВД, потому что, я думаю, что ключевое звено, которое должно повысить качество работы, ключевое звено – это Министерство внутренних дел, прокуратура. Значит, чтобы не создавать лишние комиссии, вот это будет рабочая группа, будет на уровне заместителя министра, наверное, или заместителя председателя Верховного суда кто-то должен быть, заместителя генерального прокурора, который там будет работать за ту зарплату, которую получают. В эту рабочую группу мы включим, попросим войти и депутатов, известных общественных деятелей, и просто граждан, как заказчиков. Порой бывает так, если человек не обременен прошлым своим работой в органах и так далее, он может выдавать куда более разумные идеи, потому как это все делается во имя наших граждан. Сергей Мирнович, я просил бы эту работу взять на себя, организацию этой рабочей группы, потом будем встречаться, значит, с определенной периодичностью. Я с этого конька слезать не собираюсь. Если мы в течение полугода не повысим качество работы наших ведомств, руководители будут заменены. И это будет сделано очень быстро. Аслан Бжания поставил перед руководителями профильных ведомств задачу ежемесячно информировать население о проделанной работе через СМИ. Президент затронул еще одну важную тему, принятый 24 сентября парламентом законопроект об амнистии, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе и споры среди самих парламентариев. Я бы хотел, чтобы завтра присутствующие здесь все без исключения высказали свое отношение к данной амнистии. Публично, на сайтах ведомств и на телевидение пойдете. По 2-3 минуты будете рассказывать ваши комментарии. Согласны вы с тем, что там было вчера принято или нет? Конечно, государство должно проявлять гуманизм. Принцип правосудия, принцип справедливости, он ключевой. Что гласит принцип справедливости? Соразмерность тяжести совершенного преступления, наказанию. Так, да, Адгур? Мне кажется, что мы этот принцип нарушили вчера. У меня такое стойкое убеждение сложилось. Но я как глава государства не могу это пока озвучивать, потому как это будет воспринято как давление на какие-то институты. А вы, пожалуйста, свою позицию изложите. Если кто-то из вас считает, что это не так, тоже скажите. Пусть наша общественность знает, как вы думаете по этому поводу. А я думаю, что вы думаете правильно. Принятый законопроект об амнистии прокомментировал и секретарь Совета безопасности Сергей Шамба. По его мнению, решение принято не своевременно. Я не против амнистии. Они должны быть периодически касаться людей, которые оступились и не являются частью какой-то организованной преступности. Но они тоже должны быть по каким-то понятным для общества событиям. Вчерашнее событие не связано ни с юбилеем, каким-нибудь нашей победой или какими-то другими успехами нашего государства и общества на этом этапе. Непонятно, почему это была инициатива. Это, во-первых, для меня. Во-вторых, тот круг людей, которые попадают под эту амнистию, вселяет большие подозрения в том, что она может коснуться людей, которые совершенно ни по каким понятным для общества законам не должны попадать под эту амнистию. В завершении совещания глава государства отметил, что для эффективной работы правоохранительных органов между ведомствами должна быть налажена скоординированная деятельность. Рабочая группа, которая будет создана в ближайшее время, займется изучением существующих проблем и выработкой предложений по их решению. Кугу Савардане, Михаил Братухин, Джамбул Чапеле, Абхазское телевидение. Задержана группа наркоторговцев. Сотрудниками УКОН МВД Абхазии пресечена к распространению крупнейшая партия метадона. Подробности в репортаже пресс-службы Министерства внутренних дел. Это кадры без преувеличения итогов крупнейшей операции по борьбе с наркоторговлей на территории нашей республики. Сотрудники УКОН МВД Абхазии задержались по личным поставщиков партии метадона. Вес исследуемого в экспертно-криминалистическом центре вещества, изъятого в ходе оперативных мероприятий, составил порядка 350 грамм. Губительный порошок средней стоимостью на черном рынке до 14 миллионов рублей предназначался для сбыта нашим гражданам. География деятельности преступной группы, в которую входили два жителя Ростова-на-Дону, охватывала сразу несколько районов республики. Свою деятельность они осуществляли посредством так называемых закладок. Излюбленным местом были дворы возле школ, заброшенные здания вблизи футбольных полей и фонарные столбы. Уникальность данной спецоперации заключается в том, что впервые за долгое время нами был задержан непосредственно наркоторговец, который, находясь на территории Российской Федерации, часто осуществлял через своих посредников, через так называемых закладчиков, закладку наркотиков с целью дальнейшей ее реализации. Данный наркоканал является одним из крупнейших наркоканалов на территории Республики Абхазия. И мы с полной уверенностью можем сказать, что данный канал был пресечен. В данный момент все лица находятся под следствием и будут наказаны по всей строгости нашего знакомства. В селе Нижнее Шера правоохранители задержали 38-летнего Сурама Квиквискири, у которого в ходе личного досмотра был изъят пакет с 19 фольгированными свертками с расфасованным наркотическим веществом метадон. По признанию последнего, наркотическое средство он приобрел путем так называемых тайных закладок. Следственным отделом Сухумского района в отношении Сурама Квиквискири возбуждено уголовное дело. Ему вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере. 17 сентября 2020 года в селе Нижнее Шера в ходе проведения оперативно-расследовательных мероприятий нами был задержан Фегистирий Сурам Джункович. При попытке бегства данный гражданин нами был задержан. И уже в ходе личного досмотра мы обнаружили, что при нем было вещество белого цвета, которое впоследствии эксперты определили, что это является веществом метадон. Далее правоохранители стали разрабатывать полученную оперативным путем информацию. Уже на следующий день задержали Артура Никитина и Романа Сачко. В ходе личного досмотра у гражданина Сачко изъято хранимое при себе наркотическое вещество в изолированном свертке. Аналогично расфасованный наркотик изъят и у гражданина Никитина. Большую часть наркотического вещества задержанные хранили в салоне автомобиля, где его и обнаружили сотрудники УКОН. Кроме того, оба гражданина признали, что расфасовывали имеющееся вещество в фольгированные свертки и прятали в так называемых закладках, местоположение которых позднее сообщали покупателям товара. В ходе реализации, разрабатывая ранние информации о том, что на территории Абхазии появился новый наркоканал, ранее неизвестный и в кругах наркозависимых. Данный наркоканал назывался «Цыганским». Нами проводилось ряд оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий, в ходе которого мы установили, что в городе Новый Афон находятся так называемые наркоторговцы. И уже 18 сентября 2020 года на территории гостиницы «Царская аллея» нами они были задержаны. Данный наркоканал в кругу наркоманов, в кругу потребителей назывался «Цыганским». И в частности ее называли по имени Джулия. Задержанный Никитин Артур Петрович, гражданин Российской Федерации, уроженец и житель города Ростова-на-Дону, является непосредственно самим наркоторговцем, который приехал сюда на территорию Абхазии со своим так называемым закладчиком, которым он впоследствии показывал, как и где закладывать наркотические вещества метадон. То есть можно так сказать, что на обучение его привел. Больше интереса у наркоторговцев вызвал новый Афон, где ими было сделано самое большое количество тайных закладок. Объяснить интерес к этому курортному городу довольно просто. В это время года два приезжих ростовчанина могли легко затеряться среди множества туристов. Свой преступный умысел граждане России пытались реализовать и в Сухумском районе. В ходе оперативных мероприятий в отношении граждан Сачко и Никитина сотрудниками милиции из места не сделанных закладок изъято свыше 54 грамм наркотического вещества, расфасованного в 52 фольгированных свертка. Артур Никитин и Роман Сачко находятся под следствием. В отношении последних за сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. По словам начальника УКОН Астамура Пачали, следственные оперативные мероприятия в отношении задержанных лиц продолжаются. На 60-м году ушел из жизни герой Абхазии Лаврентий Миквабия. Эту печальную весть с глубокой болью восприняли все, кто его знал. Лаврентий Миквабия родился 22 июля 1961 года в городе Туарчал. Накануне войны командовал 3-м взводом Агудзерского батальона отдельного полка внутренних войск Абхазии. В первый же день войны находился среди бойцов, оказавших вооруженное сопротивление войскам Госсовета Грузии. Вторгшимся на территорию республики. Во время войны командовал Агудзерским укрепрайоном, 3-м Туарчалским полком Восточного фронта. Участвовал в 1-й и 2-й Чемчирских наступательных операциях, а также в июльской и сентябрьской наступательных операциях по освобождению Сухума. Был неоднократно ранен. После войны Лаврентий Миквабия в разные годы работал директором Дранского консервного завода. Был командиром 3-й резервной Туарчалской бригады и одновременно начальником управления таможенной службы. В городе Гал возглавлял ГТК Абхазии, был заместителем министра обороны. Очень обидно говорить о Лаврентий Миквабия вот сегодня, почти накануне нашей великой победы, о человеке, который внес огромный вклад в эту победу. Такие люди, как Лаврентий, они в начале военных действий, во время начала войны, они у нас появились в городе, сами являясь тварчальцами. Они же ведь служили в Абхазской гвардии. И люди, которые уже в форме, с оружием в руках, находились, приезжали сюда в тварчал бушующий, который в это время был в такой очень возбужденном состоянии. Люди, которые приезжали в форме с оружием, они позиционировались как люди, которые знакомы с военным делом, со стратегией, тактикой. Таким был и Лаврентий Миквабия. Все этапы становления Восточного фронта, вообще и в частности системы обороны города нашего, от отдельных боевых групп до батальона и полка, Лаврентий Михайлович принимал самое непосредственное участие. Всего непосредственным участием проводились все операции, которые проводились с тварчальцским батальоном. Тварчальцским батальоном, который потом вошел в состав тварчальцского полка. Это операции бедистского направления, это все операции, которые проходились в рамках Восточного фронта. Это Мышская операция, Ячимчирская операция, операции по освобождению села Халдаба, Кинги. В то время шли планирования огромных операций, при которых не хватало многого. Но тем не менее, уже будучи командиром полка, нашего полка, куда мы входили и все вместе занимались общим делом, Лаврентий находил из множества вариантов те оптимальные варианты, которые, собственно говоря, и приводили к успеху. За послевоенный период Лаврик очень долгое время работал на разных должностях в государственных структурах нашей страны. И где бы он ни работал, он всегда имел почет и уважение. Я, как коренной ткварчалец, хочу сказать несколько слов от имени ткварчельцев со словами благодарности, признательности его родителям, которые вырастили, воспитали его. Ткварчельцы очень многое доброе, хорошее знают и будут помнить о Лаврике. Нету, наверное, такого человека, который бы не подошел к Лаврику и не попросил, и не сказал бы помочь в том или ином вопросе, чтобы он не отреагировал. И хочется сказать, реагировал он очень быстро, и его порядочность, его отношение вообще к жизни, наверное, снискало к нему глубокое уважение. Наверняка не только ткварчельцев, но и всех тех людей, которые его знали, как и военного человека, так и за послевоенный период. Вечная память ему. Мы будем помнить этого человека. Мы будем чтить его память. Министр просвещения языковой политики Инал Габлия встретился с делегацией Северо-Кавказского федерального университета, которая в эти дни находится в республике с рабочим визитом. Речь шла о ряде соглашений, которые были подписаны с абхазской стороной. В частности, было отмечено, что они послужат новым импульсом во взаимодействии образовательных учреждений, в укреплении двусторонних отношений. Участники встречи подчеркнули, что и дальше будут содействовать расширению сотрудничества. Я рад вас приветствовать в республике Абхазия. Всегда вас ждем. Я буду только содействовать, делать все возможное, чтобы ранее наработанные связи, контакты и договоренности выполнялись в полном объеме. И, как я уже выше отметил, расширялись, насколько это возможно. Может быть, это будут дополнительные соглашения, может быть, это будет новый договор. Это мы увидим дальше. Буду рад вашим идеям. Готов свои идеи представить, чем мы могли бы быть полезны друг другу в сфере развития образования. Мы с министерством устраиваем тоже достаточно активное и плотное сотрудничество. И это плотное сотрудничество началось с 2015 года. С этого момента нам удалось тоже реализовать ряд знаковых и ключевых мероприятий. Во-первых, коллективом университета подготовлен проект закона об образовании республики Абхазия. Насколько я информирован, сейчас данный законопроект находится в кабинете министров республики Абхазия. Рассматривается для последующего принятия решения. За этот период времени мы занимались рядом учителей, которые преподают в общеобразовательных школах. Мы провели мероприятие, связанное с повышением их квалификации. Это порядка тысячи человек. Помимо этого, мы реализовали пять госзаданий Министерства образования и науки. Два гранта Министерства просвещения Российской Федерации. Один проект родосотрудничества направленный как раз на поддержку и модернизацию сферы образования республики Абхазия. Пять лет, как между городами-побратимами Сухумом и Тамбовым подписано соглашение о сотрудничестве. Начиная с 2015 года, культурные учреждения двух городов совместно реализовывают различные проекты. О предстоящих культурных мероприятиях в Сухуме и Тамбове в 2021 году в нашей программе рассказал директор Тамбовского областного краеведческого музея Андрей Чиликин. Состоялась уже встреча с мэром города Сухума, который поддержал идею об организации в Тамбове выставки. Пока тема обсуждается, но я думаю, что, скорее всего, выставка будет посвящена войне грузинско-абхазской, потому что в России, к сожалению, они очень мало знают, а в Тамбове еще меньше. Какие выставочные проекты привезем мы сюда, в общем-то, это вопрос обсуждения, потому что тоже довольно-таки много тем, которые нас объединяют. Это и Отечественная война, тем более сегодня мы отмечаем в этом году День памяти, безусловно. Это трагедия Тамбовская. У вас есть своя трагедия, у нас есть своя трагедия. Сто лет назад началось Антоновское восстание, самое крупное выступление, где также погибали и женщины, и дети, и действительно были страшные события. Или выставка будет посвящена сегодняшнему Тамбову, безусловно. Еще один из проектов, я думаю, он тоже будет реализован в следующем году. Вчера у меня состоялась встреча с директором Национальной библиотеки. Это уже будут обмены между межбиблиотечными. Тамбовая и Сухума, соответственно. И надеюсь, что в следующем году мы примем участие, и в том числе и Кривический музей 25 сентября. Вот Национальный музей проводит такую встречу на набережной. Вот я думаю, что в следующем году мы тоже примем участие в этой самой встрече. 27 сентября свое 75-летие отмечает один из самых титулованных фотокорреспондентов России и Советского Союза, президент Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России Сергей Лидов. В преддверии юбилея с именитым фотографом пообщалась Алика Трапш. Фотограф с мировым именем Сергей Лидов более 50 лет занимается фотографией. Его снимки печатаются в ведущих мировых изданиях. Выбор профессии, можно сказать, предопределила его бабушка, которая часто водила его в музеи и выставочные залы. Тогда и зародилась любовь к искусству. В 20 лет Сергей Лидов бросает учебу в Московском нефтяном институте имени Губкина и начинает работать фотокорреспондентом в знаменитом журнале «Советский Союз», который выходил на 19 языках в 120 странах мира, что дало ему возможность набираться опыта у самых именитых советских фотографов. Мы делали фотоочерки. Это очень такое трудное дело. То есть надо было словами фотографий, визуальными фотографиями рассказать о любом событии. Ну, даже экономические темы решались фотографически. Ну, например, проблема Азовского моря. Представляете, вот и выразить не на бумаге, не пером, а фотографически это значит снимать математиков, снять Дона, он милее, там рыбоводные всякие отсеки, которые не действуют и так далее, и так далее. В редакции журнала «Советский Союз» Сергей Лидов пять лет освещал спортивные события. По его словам, именно спортивная тематика помогает фотографам уже с легкостью освещать другие темы. Сергей Лидов разноплановый фотограф и никогда не работал в одном жанре. В своей профессии он следует принципу «лучше меня никто не может». Если мне дают задание снять любой предмет, вот очки, ложку, там, человека, я стараюсь сделать такую фотографию, что после меня уже лучше нельзя сделать, потому что я стараюсь вложить всю душу, весь опыт фотографический. Именитый фотограф еще в советское время приезжал в Абхазию на отдых. Освещал важные события, происходящие в республике. В послевоенное время Сергей Лидов стал приезжать в страну души чаще. В памяти у фотографа навсегда осталась встреча с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзенба. Я просто обалдел от широты мышления его. Человек-глыба просто. Я до сих пор помню каждое его слово. Вот, поэтому для меня он священный всегда, я помню его. Именно фото с Владиславом Ардзенба Сергей Львович считает самой дорогой фотографией в своей коллекции. В Шерах нас сфотографировал как раз Попо, и потом Владислав Григорьевич меня подписал его. И вот такая память. Это самая дорогая фотография. В коллекции у Сергея Лидова немало фотографий с лидерами разных стран. У фотографа сложилась традиция лично вручать президентам их портреты. В объективе Лидова побывало немало знаменитостей. Среди них и звезда мирового бокса Майк Тайсон. О фотографии этого спортсмена у Сергея Львовича особые воспоминания. Прилетел Тайсон, и меня пригласили поснимать его. Он такой общительный, классный. Я сделал несколько портретов, и последнее дал фотоаппарат, и говорю, сфотографируйте меня. И не предупреждая, махнул кулаком Тайсону по скуле. И его реакция была просто фантастическая. Он схватил мою руку моментально и рассмеялись. То есть не пропустил удар. Но я не боялся, что он у меня ухо откосит. Сергей Лидов – автор девяти фотоальбомов. Участник более двухсот выставок как в России, так и за рубежом. В поисках хорошего кадра фотограф часто проводят экстремальные съемки с высоты птичьего полета. Порой рискуя собственной жизнью. Я очень много люблю снимать с вертолета. Я снимал такую вот эту тему «Проблемы Азовского моря». У меня был вертолет такой Ка-26. И я сидел с пилотом и увидел там проход какой-то там, лодочку, и стал приподниматься. И оказывается, меня пристегнули к сиденью, а сиденье не было пристегнуто. Еще бы секунды, я просто вывалился бы из кабины. Летчик меня моментально схватил, закрепил. Именитый фотограф через пару дней отмечает свой юбилей. И в свои 75 лет Лидов строит большие планы. И главный из них – открытие школы фотографий в Абхазии. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Национальный банк Абхазии объявляет о выпуске памятных монет из недрагоценных металлов «Фауна Абхазии». Набор состоит из семи монет. Кавказский зубр, кумжа, ястреб-перепилятник, черный дрозд, леопард, западно-кавказский тур, новоафонская пещерная, жужелица. Тираж составляет тысячу штук. Диаметр монет 27 мм. Материал – нейзельбер. Художник Тимур Кайтан. Номинал 2 Апсара. Реализация памятных монет Банка Абхазии юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями Республики Абхазия. В Национальной библиотеке имени Папаскир прошел восьмой молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной». Фестиваль представил работы с семи тематических площадок, на которых у зрителей была возможность увидеть экспонаты государственных музеев, конкурсные выступления молодых поэтов, писателей, чтецов, дефиле мод, концертную программу с участием детских и молодежных творческих коллективов. По сложившейся традиции фестиваль проходит на прилегающей к Национальной библиотеке территории. С каждым годом программа мероприятия расширяется. На этот раз здесь расположились восемь тематических площадок. У каждой из них свой уникальный антураж и воплощение. К примеру, на территории визуального искусства выставлены изделия ручной работы и картины юных художников. Некоторые работы представлены учащимися Ачимчирской школы искусств. «Я в детстве рисовал тоже разные рисунки. У меня была тетрадка, я на них автоматы рисовал разные. А потом я забросил это и начал красками рисовать цветы всякие». «А как ты именно к жанру абстракционизм пришел?» «Не приходишь срисовывать с чего-то, можно просто придумать что-нибудь, и это уже тебе нравится. Я вот эти рисунки, я их не придумал заранее, я просто на ходу брал из головы разные идеи». А вот еще одна площадка фестиваля «Буккроссинг», на которой представлены как абхазские, так и зарубежные авторы. Любой желающий может выбрать и забрать с собой понравившуюся книгу. На территории «Живое слово» тоже представлены книги. Ценные издания из Фонда национальной библиотеки и издательств Абхазии. На площадку были приглашены юные поэты и чтецы. Татьяна Коплахова пересказала отрывок из новеллы Михаила Лакарба «Афархатца». «Там есть в конце самые завершающие и главные слова. Среди его слушателей сидел 40-летний Таркил Джисип. Он сказал, тому, кто отомстил вовремя, называют Ахатца. А того, кто воздержался к поверженному врагу и проявил великодушие, и выручил его из беды, называют Афархатца. Не каждому Ахатца дано быть Афархатцем». С каждым годом увеличивается количество гостей и участников арт-фестиваля, организованного Национальной библиотекой. Одним из главных принципов мероприятия остается открытость и доступность. Поэтому в нем может принять участие любой творческий коллектив. Логотипом этого восьмого международного фестиваля мы сделали, прослужив 100-летие книги. Нам на будущий год, в 21-м году, исполняется 100 лет нашей Национальной библиотеки. Мы располагаем уникальным универсальным фондом. И далее мы в фестивале используем все жанры, все направления культуры. Мы являются участниками из Москвы, из Российской Федерации. Из Москвы две делегации – из Краснодара, с Адыгеи, с Луганска. Это наши друзья, с которыми мы ежегодно работаем. В рамках фестиваля «Прогулка по набережной» благотворительный фонд Ашана представил магниты милосердия и церковную утварь. Каждый, кто посетит территорию благотворительности, приобретет что-нибудь, может сделать сразу два добрых дела – пожертвовать на лечение ребеночка и на строительство православного храма. Призываем всех гостей арт-фестиваля не проходить мимо нашей территории, поддержать какую-то покупку, либо добрым словом и добрыми пожеланиями. На одной из тематических площадок фестиваля был организован праздничный концерт, в котором приняли участие юные певцы и молодежные хореографические коллективы. Арт-фестиваль продолжил работу до вечера. Подобные мероприятия дают возможность возродить интерес к чтению, традициям и культуре народов, проживающих в Абхазии. Эсма Гуландзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. С пятницы на субботу местами возможен кратковременный дождь, гроза. На воскресенье ожидается малооблачная жаркая погода. Температура воздуха ночью 15-20, днем 26-31 градус. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова